Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне хотелось бы поднять вопрос регистрации результатов определения чувствительности и выявления маркеров резистентности, а именно кратко рассказать о основных требованиях к оформлению данных определения чувствительности и регистрации маркеров резистентности, а также рассказать о различных критериях интерпретации данных определения чувствительности и возможности их применения для анализа данных с использованием платформы IMR Cloud. Прежде всего, я позволю себе еще раз напомнить, что подробную информацию о том, как подготовить данные к импорту в IMR Cloud, какие требования предъявляются к оформлению данных, вы можете, перейдя по ссылке в раздел «Начало работы» и выбрать подраздел «Подготовка данных», «Импорт данных» и «Подготовка данных» непосредственно на странице платформы IMR Cloud. QR-код, размещенный слева, и веб-ссылка справа непосредственно перенесут вас в соответствующий раздел. Давайте начнем с того, какого рода данные мы можем импортировать и обрабатывать для осуществления мониторинга антибиотикой резистентности. Собственно, это количественные данные оценки чувствительности с использованием различных методов определения МПК. В этом случае мы анализируем величину минимальной подавляющей концентрации, которая, как правило, выражается в единицах миллиграмма на литр. Либо это диаметры зоны подавления роста вокруг дисков с антибиотиками, которые рассчитываются в миллиметрах. Также независимо от метода определения чувствительности к антимикробному препарату, мы можем использовать для анализа и построения статистических данных готовые категориальные значения чувствительности категории S, I или R. Несколько позже расскажу о том, на основании каких параметров эти категории могут быть получены. Давайте начнем с наиболее распространенного типа данных. Это данные, рутинно получаемые с использованием дискодиффузионного метода диаметра зоны подавления роста. Для того, чтобы внести и анализировать эти данные на платформе MR Cloud, необходимо соблюдать следующие требования к их оформлению. Данные по чувствительности каждому антибиотику представляются в отдельном столбце. Название столбца выглядит в общем случае как антибиотик, где антибиотик – это генерическое название антимикробного препарата на английском языке, согласно списку, доступному на MR Cloud. На следующем слайде я покажу ссылку для получения этого списка. И нижнее подчеркивание суффикс DD служит сигналом для системы о том, что в данном столбце находятся данные оценки чувствительности дискодиффузионным методом – зоны подавления роста. Пример таблички представлен на рисунке. На рисунке справа вы видите, что в заголовках столбцов ампициллин-DD и амоксициллин-клулановая кислота-DD представлены результаты измерения зон задержек роста. Обращу ваше внимание на то, что в качестве значений в соответствующих ячейках могут быть представлены только целые числовые значения от 6 мм. Пожалуйста, обратите на это внимание. Отсутствие зоны задержки роста регистрируется не как 0 мм, а как 6 мм, то есть непосредственно диаметр самого диска до 50 мм. В названии антибиотика возможно указание нагрузки диска перед суффиксом. Это может выглядеть следующим образом – цефотоксим нижнее подчеркивание 5 нижнее подчеркивание DD или цефотоксим нижнее подчеркивание 30 нижнее подчеркивание DD. Все вы хорошо знаете, что в соответствии со стандартами UCAST и CLSI нагрузка дисков может отличаться. И, разумеется, учет данных о определенной чувствительности, полученных с использованием дисков с несоответствующей нагрузкой, недопустим. Важно помнить о том, что если вы указываете нагрузку диска так, как показано на слайде, то MR-клауд может автоматически определять применимость выбранных пользователем критериев UCAST или CLSI. И, таким образом, это позволяет вам избежать возможных интерпретационных ошибок. Вот таким образом выглядит список распознаваемых названий антимикробных препаратов. Если вы используете названия в соответствии с этим списком, то вы гарантированно получаете правильную интерпретацию с использованием соответствующих выбранных критериев. Данные МПК. Вы видите, в принципе, правила обозначения этих данных очень похожи. Название антибиотика указывается, опять же, как генерическое название на английском языке. Точно так же, как и для данных диффузии, я хотел бы отметить, что вы вправе указывать названия антибиотиков нестандартные, но в этом случае будет невозможно автоматически применять какие бы то ни было критерии определения чувствительности. Это числовые значения. Обычно это целые степени двойки. Данные указываются как 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и так далее миллиграмм на литр. Крайне желательно, естественно, чтобы это были целые точные значения числовые. Но мы с вами хорошо знаем, что если определение чувствительности проводится с помощью панелей и автоматизированных систем, то часто мы сталкиваемся с тестированием антибиотика в ограниченном диапазоне разведений, и поэтому очень часто система добавляет знаки меньше либо равно, больше либо равно или больше. Как в этом случае ведет себя MR Cloud при импорте данных? Значения, содержащие знаки меньше либо равно, больше либо равно или больше, учитываются автоматически и преобразуются в числа. При этом символы меньше либо равно, больше либо равно просто отбрасываются, числа после знака больше умножаются на два. Это необходимо для того, чтобы превратить вот такие вот значения в истинно числовые значения. Очень важный вывод из этого, что крайне важно следить за тем, чтобы диапазон тестируемых разведений соответствовал современным, актуальным пограничным значениям для определения категории чувствительности. Очень важно использовать современные панели для определения чувствительности к антимикронным препаратам. Для комбинированных препаратов в таблице указывается МПК первого в комбинации компонента. Как вот в случае комбинации тримитоприм сульфамидексозол, значение на рисунке 4 и 128 ячейках соответствует МПК по тримитоприму. Возможно также указание соотношения или фиксированной концентрации определенных компонентов в случае, например, когда мы тестируем комбинации беталоктам ингибитор-беталоктамаз по критериям CLSI с фиксированным соотношением компонентов или по критериям UCAST с фиксированной концентрацией ингибирующего компонента. Опять же, допустимые названия вы можете найти по этой ссылочке в соответствующей таблице. Наконец, готовые категории чувствительности, независимо от того, каким методом они были получены. В этом случае название столбца точно так же записывается как антибиотик нижнее подчеркивание и суффикс SIR, который инструктирует систему о том, что в данном случае, в данном столбце находятся данные оценки чувствительности, готовые категории чувствительности, допустимые значения только S, только I или только R. Важно, однако, помнить, что основной недостаток учета только готовых категорий чувствительности заключается в том, что в случае изменения критериев интерпретации сравнивать данные, полученные ранее, и на основании новых критериев фактически невозможно. И мы с вами будем говорить о том, насколько важна обновляемость критериев интерпретации. Соответственно, рекомендация самая непосредственная – стараться регистрировать количественные данные оценки чувствительности, будь то диаметры зон подавления роста или значения МПК, которые будут автоматически интерпретироваться в соответствии с современными критериями на платформе IMR Cloud. Несколько слов по поводу учета и регистрации данных выявления механизмов и детерминат резистентности. Первое требование – это использование официально принятой международной номенклатуры и стандартизация записи учета выявленных детерминат резистентности. Например, если мы с вами не будем использовать международно принятую номенклатуру NCBI, это ресурс IMR Finder Plus, база данных IMR Finder Plus, или же соответствующую номенклатуру, принятую в базе данных RIS Finder, очень популярная система для аннотации и выявления геномных последовательностей маркеров резистентности, то мы можем получить хаос. Почему? Потому что исторически сложилось так, что одна и та же детерминат резистентности часто имела различные названия, в литературе могли встречаться различные названия, поэтому если мы с вами будем по-разному называть разные детерминаты, мы можем не прийти к консенсусу. Классический пример – это использование различных названий при описании выявленных генов или аминогликозид-модифицирующих ферментов. Обратите внимание, что различным образом можно записать одну и ту же детерминату AAD-A1 в соответствии с принятой номенклатурой NCBI. Далее очень важно, что на самом деле мы учитываем – название генов или ферментов. Название генов баталактомаз часто начинается с приставки BLA. Например, ген, кодирующий металл баталактомазу VIM, записывается как BLA-VIM, в то время как фермент соответствующей группы записывается как VIM. И, наконец, очень важный аспект – это информативность результатов, которые получены с помощью разных методов. И в каких случаях требуется уточнение? К сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что коллеги учитывают данные, не очень понимая, насколько ценна или не ценна та или иная уточняющая информация. Например, если мы с вами сообщаем просто о выявлении гена окса в баталактомазе или о выявлении окса в баталактомазе, то такая информация является фактически бесполезной, потому что окса – это целый класс молекулярный, класс D совершенно различных ферментов, которые по своей природе могут быть пенициллиназами, баталактомазами расширенного спектра действия, карбактомазами, то есть управлять совершенно разной активностью. Очевидно совершенно, что в данном случае требуется уточнение о принадлежности выявленного гена или фермента той или иной группы или конкретному молекулярному типу. Аналогичная ситуация с репортированием присутствия генов семейства тем или SHV, потому что закономерный вопрос, который перед нами встает – это ген, кодирующий пенициллиназу или соответствующая, предположим, производная, обладающая расширенным спектром действия, баталактомаза расширенного спектра действия, ESBL, или, возможно, ингибиторрезистентная производная. Точно так же при регистрации таких находок требуется указание конкретного типа гена или фермента, аллельного варианта гена или фермента. Аналогичная ситуация, предположим, с ферментами группы ГЕС, которые в подавляющем большинстве являются баталактомазами расширенного спектра действия, например, ГЕС-1, но в то же время некоторые мутантные производные, например, ГЕС-2 и ГЕС-5, это ферменты с значительно более широким спектром активности, которые включают карбопинемы, они являются карбопинемазами. Соответственно, при указании выявления ГЕС или БЛАГЕС генов требуется уточнение типа соответствующего фермента. Ну и, наконец, организация записей. Понятно, что для того, чтобы проводить адекватный статистический анализ, необходимо единообразие записей. И очень важный момент, очень важный фактор – это учет как положительных, так и отрицательных результатов. Почему важен учет отрицательных результатов появления тех или иных детерминатов? Дело в том, что в контексте мониторинга это позволяет вам разделить случаи, когда тест не проводился и когда тест был проведен, но при этом получен отрицательный результат. Вот эта таблица, которая представляет пример учета результатов выявления детерминат-резистентности. Обратите, пожалуйста, внимание, что мы репортируем не только положительные результаты, например, для первого изолятора КПСЕЛ-пневмония положительный результат выявления наличия карбопенемаза группы ОКС-48, но также отрицательные результаты ПЦР на наличие генов НДМ, ВИМ, ИМП и КПС карбопенемаз. В то же время конкретный пример для штамма синегной палочки, если мы учитываем наличие с помощью дискодиффузионного метода выявления продукции беталоктомаса расширенного спектра действия, нет данных, показывает нам, в отличие от отрицательного результата выявления соответствующих генов, что тест в данном случае не проводился. Важно, если вы используете высокопроизводительные методы анализа, которые позволяют вам выявлять одновременно множество различных детерминат-резистентности, в идеальной ситуации это данные геномного секвенирования, то различные детерминаты могут быть записаны в единой страхой с использованием определенного разделителя. Такие данные также могут интерпретироваться и анализироваться на платформе IMR Cloud. Для того, чтобы выбрать наилучший для вас способ записи и представления данных, нужно немного поработать с платформой. Давайте теперь поговорим о различных критериях интерпретации результатов определения чувствительности к антикронным препаратам с использованием фенотипических методов. Первое, на что необходимо обратить внимание, это на то, что глобальные законодатели моды в критериях интерпретации результатов оценки чувствительности, такие организации, как UCAST и CLSI, проводят четкое разделение понятий биологической и клинической чувствительности и резистентности. Для биологической или микробиологической чувствительности используются так называемые понятия «дикий тип» и «недикий тип». Мы чуть позже поговорим о определениях этих категорий, но важно, что между этими микробиологическими или биологическими категориями чувствительности существуют пограничные значения, которые их разделяют, которые называются эпидемиологическими точками отсечения, так называемые значения ИКОВ. Для клинической категории чувствительности важно понимать, что пограничные значения МПК и диаметров зон подавления роста устанавливаются соответствующими организациями не только на основании представлений о биологической чувствительности и резистентности, но и на основании сопоставления фармакокинетики и фармакодинамики препаратов, а также на основании сопоставления данных инвитроопределения чувствительности и результатов клинических исследований по оценке эффективности терапии с использованием соответствующих препаратов. Поэтому важно помнить, что биологические и клинические категории чувствительности могут отличаться. Очень важный аспект, на котором я остановлюсь отдельно, это обновляемость интерпретационных критериев. Почему она важна? Почему, наконец, в лаборатории необходимо использовать именно современные адекватные критерии? Дело в том, что критерии регулярно пересматриваются большими организациями, такими как ЮКАС, СЛСА и Национальные комитеты по определению чувствительности к антимикробным препаратам. Во-первых, потому что появляются новые антимикробные препараты и требуется разработка критериев оценки чувствительности к ним. Во-вторых, возможно изменение показаний к назначению или зарегистрированных режимов дозирования существующих антимикробных препаратов, что также ведет за собой изменения соответствующих клинических категорий чувствительности. Появляются, наконец, новые механизмы устойчивости и накапливаются новые данные о взаимосвязи между наличием определенных механизмов устойчивости, уровнем резистентности инвитро и клинической эффективностью антимикробных препаратов. В этом плане антибиотики, вообще все антимикробные препараты, это совершенно особый класс химиотерапевтических препаратов, представления о активности которых или отсутствия таковой активности могут изменяться со временем. Вот почему необходимо использовать именно современные критерии. Давайте теперь поговорим очень коротко о том, что такое биологическая резистентность и что такое эпидемиологические точки отсечения, вот те самые значения ИКОП, устанавливаемые в частности ЮКАСТ. Дело в том, что эти значения, количественные МПК или диаметров зон подавления роста, позволяют отделить популяцию так называемого дикого типа или в английском языке wild type, которые относятся к микроорганизму, лишенные мутационных или других приобретенных механизмов устойчивости к конкретному препарату, от популяции штаммов микроорганизма того же вида, той же группы, которые мы характеризуем как недикий тип, нон-веллтек, которые очевидно обладают какими-то мутационными или другими приобретенными механизмами устойчивости к антимикромным препаратам. Как разделяются эти популяции? Вот наглядно отображено на вот этих диаграммах распределения МПК, соответственно, слева, и диаграммах распределения диаметров зон подавления роста, справа, для комбинации цифрофлоксацин и кишечная палочка. Мы с вами видим для МПК слева, что популяция дикого типа имеет МПК в диапазоне, варьирующий в диапазоне от 0,04 мг на литр до 0,06 мг на литр, и очевидно совершенно, что незакрашенные столбики отражают популяцию недикого типа, у которой присутствуют какие-то механизмы потенциальные, и возможные механизмы приобретенной резистентности. Шкала при учете данных диффузии выглядит фактически перевернутой. Наименьшее значение диаметров зон подавления роста соответствует резистентности для логической присутствия у определенных механизмов. И дальше мы с вами видим опять, может быть, менее выраженное бимодальное распределение и значительная часть закрашенных темным черным столбцов. Это популяция штаммов изолятов дикого типа. Собственно, на основании биологических критериев резистентности мы оцениваем лишь феномен наличия более высокого уровня устойчивости инвитро у определенных штаммов, которые мы считаем штаммами не дикого типа. Давайте теперь поговорим о клинических категориях чувствительности. Я уже говорил о том, что клинические категории чувствительности рождаются из очень тщательного, очень детального сопоставления данных инвитро оценки чувствительности, фармакокинетики, фармакодинамики антибиотиков и клинических наблюдений. Если мы с вами сравним определение категории чувствительности, которые задают UCAST и CLSI, то обнаружим, что фактически нет никаких проблем с оценкой категории S или категории Ч в русском языке и категории R. Как чувствительные мы оцениваем микроорганизмы при высокой вероятности эффективности терапии с использованием стандартного режима дозирования. И в этом абсолютно согласны UCAST и CLSI. Как резистентные, соответственно, мы оцениваем изоляты при высокой вероятности терапевтической неудачи даже при увеличенной экспозиции препарата. А вот что касается категории И, которую мы до недавнего времени универсально называли промежуточной, тут определения UCAST и CLSI принципиально расходятся. Почему? Дело в том, что начиная с девятой версии интерпретационных критериев UCAST, UCAST рассматривает категорию И как чувствительность при увеличенной экспозиции и говорит о том, что микроорганизм оценивается как чувствительной при увеличенной экспозиции в случае высокой вероятности эффективности терапии при увеличении экспозиции с препаратом либо путем коррекции режима дозирования, либо благодаря его естественному концентрированию в очаге инфекции. Обратите внимание, что согласно UCAST категория И или У по-русски не означает промежуточно-резистентный, а означает чувствительный, но при увеличении экспозиции препарата. А CLSI рассматривает эту категорию по-прежнему как умеренно резистентный и говорит о том, что микроорганизм оценивается как И, если уровень активности антимикробного препарата не позволяет надежно предсказать эффективность терапии с использованием данного препарата. Эта категория, согласно CLSI, подразумевает, что терапия может быть эффективной при естественном концентрировании препарата в очаге инфекции и в этом определении совпадает с определением UCAST или в случае использования высоких доз, опять же, совпадающее определение. Но также, согласно CLSI, эта категория включает понятие буферной зоны, которая устраняет возможность получения крупных ошибок в определении категории чувствительности вследствие небольших неконтролируемых технических факторов. Мы не будем сейчас говорить о том, что в критериях UCAST введено для этого специальное понятие зоны технической неопределенности, но этим слайдом я хотел бы обратить особое ваше внимание на то, что объединение стандартов UCAST и CLSI для разных антимикробных препаратов часто является неправомочным по той простой причине, что в понятие категории И эти общества часто вносят совершенно разный смысл. Давайте посмотрим на анализе конкретных данных. Одна и та же выборка – это изолята синегнальной палочки, собранные в рамках исследования «Марафон» в 2019 году. Как влияет выбор критериев на результаты оценки чувствительности? Даже беглого взгляда на эти диаграммы, вы видите слева интерпретация согласно последним критериям UCAST, в центре интерпретация согласно критериям CLSI, и справа интерпретация на основании биологических критериев UCAST и COF. Даже беглый взгляд на эти диаграммы показывает, что диаграммы разнятся. Давайте внимательно посмотрим на отдельные препараты. Колистин. Мы знаем, что для данного препарата у UCAST нет категории И, и, соответственно, мы видим, что все штаммы ниже какого-то определенного уровня устойчивости отмечаются как чувствительные. Мы видим уровень чувствительных изолятов 98,9%. В то же самое время, тот же самый пограничный критерий, который отделяет резистентные штаммы, используется CLSI, но на средней диаграмме мы видим, что все изоляты с природным уровнем чувствительности отнесены к категории И промежуточных. Это говорит согласно CLSI о том, что клиническая эффективность может быть субоптимальной для данного препарата даже при лечении инфекций, вызванных природными чувствительными штаммами. Ну и, наконец, биологические критерии. Если мы детально посмотрим, казалось бы, очень похоже UCAST и COF, и UCAST клинические пограничные значения, но если мы внимательно с вами посмотрим на данные в процентах, они будут несколько отличаться. Дело в том, что более высокое пограничное значение до 4 мг на литр установлено как критерий биологической чувствительности для штаммов синегнальной палочки. В то время как мы знаем, что клиническая эффективность терапии таких штаммов, казалось бы, без приобретенных механизмов резистентности с МПК-4, может быть субоптимальной. Давайте обратим внимание на еще один препарат. Даже беглый взгляд нам показывает, что целый ряд препаратов в случае применения критериев UCAST не попадает, то есть мы не видим столбиков зеленых, которые соответствуют категории чувствительности при стандартной дозе препарата, при стандартной экспозиции. И что это означает? Это означает, согласно критериям UCAST современным, что при любых системных инфекциях, вызванных синегнальной палочкой, мы должны помнить о том, что соответствующие препараты должны использоваться в максимально высоких дозах, даже если соответствующие изолята характеризуются природным уровнем чувствительности. В то же время, посмотрите, насколько отличаются критерии CLSI. Здесь мы видим и категорию чувствительности, которая, очевидно, для нас является инструкцией по применению препаратов в стандартной дозе, и видим категорию промежуточной резистентности, желтые столбцы, которые говорят о том, что, очевидно, доза должна быть увеличена. Так или иначе, на статистические параметры и на оценку распространенности, резистентности популяции использования различных критериев влияет самым непосредственным образом. Давайте теперь вернемся к чтению критериев интерпретации. И вот этим слайдом мне хотелось бы показать вам необходимость очень внимательного прочтения и таблиц, и комментариев к таблицам, которые издает UCAST для интерпретации данных о плене чувствительности. Конкретный пример – это выявление миницилин резистентности у стафилококков. Согласно последним рекомендациям UCAST, я понимаю, что очень трудно разглядеть на слайде, но так или иначе, не все записано непосредственно в таблице в виде простых значений, пограничных концентраций чувствительности резистентности для МПК и диаметров зон подавления роста. Еще очень значимая информация о том, как осуществляется тестирование, какие препараты выбирать, индикаторные для тестирования различных видов стафилококков. Очень большой объем информации записан в виде комментариев. Понятно, что для человека, проводящего тестирование, эта информация очень важна, но машина, к сожалению, не умеет читать вот такие таблицы с комментариями, и поэтому в базе данных IMR Cloud эти критерии представлены в виде машиночитаемых кодов и таблиц. Что мы с вами видим? Если мы проводим определение чувствительности какого-то стафилококка без уточнения видовой принадлежности или же какого-то стафилококка, не уточненного за исключением стафилококкус Aureus, отличного от стафилококкуса Aureus, и мы не знаем его видовой принадлежности, то применимы вот следующие критерии для оксицелина определения МПК, пограничное значение 0,25 мг на литр, и для цифоксетина, внизу нижняя часть таблицы, при оплении чувствительности дискодиффузионным методом, пограничное значение 22 мм. В случае, если нам известна видовая принадлежность соответствующих стафилококков, то в силу вступают вот те пограничные значения, которые указаны в таблице. Это очень важно, это избавляет пользователя от необходимости очень детального прочтения комментариев в таблице и устраняет потенциальную возможность ошибок при оценке чувствительности. Вообще, когда происходит импорт таблицы, содержащих данные оценки чувствительности, что должен делать пользователь? Собственно, интерпретация осуществляется на завершающем этапе загрузки набора данных, и мне хотелось бы показать вам в виде такого короткого видеоролика, как это происходит. Видите, последний этап. Так, пользователю достаточно выбрать определенные интерпретационные базовые критерии. Предположим, в данном случае это критерии UCAS. И в случае, если кроме этого не нужно выбирать никакие дополнительные опции анализа, достаточно нажать кнопку интерпретировать МПК и данные диск диффузии. На этом, собственно, действия пользователя будут завершены. Однако, существуют ситуации, когда определенные чувствительности к одним и тем же антимикробным препаратам проводятся с использованием различных методов. Иногда для одних и тех же микробных изолятов тестирование проводится с использованием различных методов. Иногда разные микробные изоляты анализируются и тестируются с использованием различных методов. Например, для каких-то изолятов у нас есть данные диск диффузии, для каких-то значений МПК, для каких-то, предположим, исторически учтенные категории чувствительности. И нам необходимо в микробиологическом мониторинге объединить эти данные. Что при этом может сделать пользователь и какие опции он может выбрать. Достаточно выбрать раздел «Объединение результатов по оценке чувствительности» и назначить приоритет соответствующих источников данных. Например, если я выберу приоритет общий МПК больше, чем диск диффузия, больше, чем категория чувствительности, то при объединении данных, при суммировании данных, данным МПК будет назначен наивысший приоритет, затем следующий по значимости данные диск диффузии и наименьший приоритет для готовых данных с категориями чувствительности. Впрочем, пользователь может назначить различный приоритет разных источников данных для каждого присутствующего в выборке антимикробного препарата. Далее. В некоторых ситуациях может возникать необходимость использования дополнительных, созданных пользователем, критериев интерпретации. Что это за ситуации? Например, тестирование препаратов, для которых отсутствуют стандарты UCAST и CLSI. С этим очень часто сталкиваются, предположим, наши ветеринарные коллеги. Либо использование правил экспертной оценки данных, когда вы хотите, невзирая на полученные, предположим, количественные данные оценки чувствительности, учитывать согласно природной резистентности соответствующие изоляты, как устойчивые к отдельным препаратам. Или, предположим, хотите вывести из категории чувствительности препараты, которые могут быть неприменимы для лечения определенных инфекций или инфекций, имеющих соответствующую локализацию. Во всех этих случаях предусмотрена возможность создания и применения пользовательских правил интерпретации. Что для этого нужно сделать? Выбираем вкладку «Пользовательские правила интерпретации», добавляем новое правило. Любые метаданные могут быть использованы для создания правил. В данном случае давайте введем правило видоспецифической чувствительности представителей семейства марганеляция, марганелла, провиденция и протей к колистину. Вот мы выбрали виды марганеляция. Выбираем «Применить правило для данных МПК», а именно для МПК колестина. И устанавливаем очень низкое пороговое значение 0,001 мг на литр, ниже, чем возможные значения у нас. Затем мы можем сохранить заданное правило одно или множество, несколько правил в пользовательской базе данных, чтобы каждый раз при импорте соответствующих наборов данных не создавать правила заново, а просто воспользоваться им из базы данных и нажать «Применить соответствующие правила данных». На этом, собственно, все. Вот таким вот образом записанное правило будет инструктировать систему, выдавать данные природной резистентности всех марганеляция к колистину. Собственно, мы выбрали базовые критерии, мы выбрали пользовательские правила интерпретации, правила объединения данных, все, что нам остается, нажать на кнопочку «Интерпретировать». И мы увидим, что система нам показала, что анализ прошел нормально, в нашем выбранном наборе данных не было данных диффузии, и об этом тоже система сообщила. И также система сообщила, что выбранные интерпретационные критерии UCAST не содержат какие-то интерпретации для перечисленных видов микроорганизмов и наименований антимикробных препаратов. На этом все. Как видите, применение критериев интерпретации является очень быстрым и простым. Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Теперь, если мы будем проводить анализ, то используемые пользователем критерии будут отображаться в виде вот такой инструкции в шапке над фильтрами. Мы видим, что интерпретация данных MPK и диск диффузии осуществлялась по стандарту UCAST версии 11 от 2021 года, и при этом пользователь добавил свои собственные пользовательские данные, которые подчеркнуты названием custom. имеется в виду, что мы применили правила интерпретации видоспецифической резистентности или природной резистентности калистину представителей семейства марганаляция. Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. На этом все, что я хотел бы вам рассказать. Помните, пожалуйста, о том, что более подробная информация доступна в руководстве по проведению мониторинга с использованием платформы IMR Cloud. В случае, если у вас возникают вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, не стесняйтесь писать на адрес support.sobaka.antibiotic.ru Спасибо большое за внимание.